Привет! Ты смотришь Тойстер, как бы странно это не звучало. Я уже показывал вам вот такие наборы бронепехота. Там было три коробочки. Обязательно посмотрите то видео, потому что это что-то наподобие перезапуска вполне достойного. Здесь классные постройки, здесь классные фигурки, нормальные, только со странными цветами. И здесь терпимая техника. Играть ей можно, даже правила, кубики есть. Короче, это полноценные игровые настольные наборы. Ну так вот, есть еще что-то наподобие батлпаков или дополнительных наборов, которые тоже вроде как игровые, но которые меня немножечко смущают. Я говорю вот о таких наборах, по-единок они называются, бронепехота, также игровой конструктор с салтатиками и стреляющей техникой. Здесь у меня два набора, 5 и 6. К сожалению, 1, 2, 3 и 4 я не нашел, то есть их не было. Но как минимум эти два мне удалось найти, и по внешнему виду, по крайней мере, они выглядят стильно. Вот что мне однозначно понравилось, это стильная упаковочка, длинный такой кирпичик, фирменные арты, причем, по-моему, перерисованные, это новые арты достаточно. Хотя нет, вот этот точно не новый арт, и вот этот точно не новый. Насчет этих ручаться не могу, более-менее свежачок. Но комплектация здесь довольно всратая. Помимо того, что здесь все же есть отряды, то есть у нас протекторат, империя, есть парочка пушек, какие-то горные пушки. Какие горные пушки, что вообще, что это? Во-первых, это пушки из битвы фэнтези, это пушка бульдог. Перед нами вот эти две пушки бульдог. Почему они лежат здесь, непонятно. Ну ладно, обычно там в бронепехоте использовались минометы в качестве пушек, но это не так важно. В этом же наборе у нас вообще вот такой вот из Киберон Планет. То есть это отдельная игровая система была, Киберон Планет, у технолога, где были большие роботы, которыми можно было играть тоже как на столке. Есть они, кстати, отдельно сейчас. И почему боевая машина, которая, кстати, копирует робота из Трансформер, фильм из... ой, Трансформер, из фильма Терминатор 3, почему она здесь, я не знаю. Это очень-очень странно. Есть такой косячок, конечно, за технологом, когда они меняют местами некоторые элементы своих игровых вселенных. Ну ладно, давайте это дело заценим, как оно в жизни выглядит и ощущается. Упаковано, как всегда, в плёночку, но вроде как надёжно. Знаете что, самое главное то, что у них коробки прочные. Это важный момент. Хотя я ни разу на своей практике никогда не помню, чтобы был повреждённый набор технолог. По-моему, такого не было. Так что фигню я говорю про коробку, не обращайте внимания. Итак, о-о-о, о-о, так, чё это? Стоп, они чё, из полиэтилена сделаны, да? Эти наборы в первую очередь бюджетные. Хотя, слушайте, комплектация не такая уж и плохая. Ой, нет, они очень бюджетные. Да, тут видно, что цену снижали как могли. Просто вот, просто как могли. Из последних сил снижали цену здесь. Два кубика. Это полиэтилен, так же, как всё остальное в этом наборе. Вот такие парочка пушек. Также из прессованного полиэтилена. Очень цветастые и очень плохо смотрящиеся. При этом... Да, это тоже. Собственно, очень-очень плохо. Давайте попробуем. Они хотя бы стреляют. Жёлтые снаряды. Хотя, жёлтые снаряды искать проще. Так. Ну ладно. Справедливости ради нужно сказать, что пушки, по крайней мере, работают и стреляют неплохо. Так. У нас здесь есть, собственно, армлист с количеством зарядов для пушки Эдельвейс. Эдельвейс. Но это же Бульдог! Это Бульдог! Просто назовите её Бульдог. Зачем выдумывать какую-то хренотень? Здесь у нас есть танк. Тяжёлая боевая машина МЗСТ. У неё количество жизней, да? Да, видимо. И количество снарядов также есть. Есть армлисты уменьшенные, но неплохие. Собственно, вот такие вот. А, здесь у нас, по идее, даже целых четыре отряда. Это классно. То, что отряды сделали поменьше, это на самом деле лучше и более тактически интересно становится. Такие вот армлисты, собственно, неразрезанные. Инструкция по сборке и игровые правила. Начальный уровень. Давайте посмотрим, насколько они интересные, насколько они хорошие. Виртуальные стрелы. Ну, это такие же правила, как были в тех наборах бронепехота в коробочках. Собственно, да. Так. Также есть вот такой вот очень плохой, очень какой-то пыльный, грязный мешок, в котором, тем не менее, огромная просто гора деталей для сборки танка. Детали тяжеленные из-за того, что это полиэтилен. Но смотрится неплохо. Объективно смотрится неплохо. Так, допустим, ставим гусенички. Давайте ставим переднюю панель. Но это танки не из бронепехоты, как вы понимаете. То есть они... Стоп, это не отсюда. Они никакого отношения к бронепехоте совершенно не имеют. Это танки из другой игровой вселенной просто. Так. Это что? У нас типа кабина такая, да? Давайте кабину сделаем. Ну, то, что здесь много аксессов, это неплохо. Это я бы даже сказал хорошо. Как выглядит этот танк? Ага. То есть здесь у нас по бокам должны быть крепления для ракетниц с физической стрельбой. С реальной стрельбой. Вот это мы сюда вставляем. О, а здесь они сделаны серебряные. А что в пушке-то серебряные нельзя было сделать нормального цвета? Что за дела? Так. Собственно, вот такая кабина у нас. Ее мы втыкиваем. Втыкаем вот сюда. И можно поставить одно из орудий какое-то спереди. Но вот это более-менее подходит по своему внешнему виду, поэтому ставим его. Собственно, вот такая вот у нас странная каракатица получается. Как вы понимаете, смотрится это очень-очень странно. При желании любое орудие на этом танке можно заменить на другое. Есть комплект парных орудий идет. Вот такие пулеметы. Вот такие бурометы. Они метают буры. Вот такие снайперские, возможно. Да, это снайперские пушки. Есть еще просто ракетки и прочий хлам. А, еще есть спереди вот такая ракетница. То, что это все достаточно разнообразное, это классно. Раньше в наборы тоже клали много орудий. Только они были чуточку более универсальные. Я не уверен, что эти орудия совместимы со старыми системами. Так, а зачем две-то? А, типа, чтобы патроны считать. Ну ладно. Далее у нас отряды. Я честно, я честно не понимаю, почему империя полярис, ну империя, стала зеленой теперь у них. Так, да. Слушайте, а это, по-моему, не полиэтилен. Это что-то другое. Слушайте, слушайте, это что-то другое. Это не прессованный полиэтилен. Они достаточно неплохую детализацию имеют. Они достаточно звонкие. Послушайте. Слышите? Это не полиэтилен. Прикольно. Прикольно однозначно. В общем, здесь два отряда. Вот такие десантники. Собственно, вот. Они классно сделаны. Да, мне нравится, как они исполнены. Вот такие десантники. И вот такой штурмовой отряд. Это кто у нас? Это клон пехота. Это линейная клон пехота, только обновленная. Вот такие вот, ребятки. Прикольные. Слушайте, мне нравятся. И голубые. Голубую сторону, почему-то, которая должна быть синей, представляют протекторатцы в виде повстанцев Велиана и киберпехоты. Классическая киберпехота. Чуточку схуднула, но внешний вид у них сохранился классический. Совсем прям. Это та же самая старая добрая пехота. Киберпехота, извиняюсь. Вот такие. Только отряд на два чувачка уменьшился. Ой, на четыре чувачка уменьшился отряд. Ну и, собственно, повстанцы. Вот такие фигурки. Не-не, детализация у них нормальная. Они чуть вроде меньше стали, но они выглядят хорошо. Если бы не странный вид этого танка, и если бы не странный цвет пушек, это был бы хороший игровой набор. Они стоили счет в районе 250 рублей за игровую систему. Это нормально, это очень дешево. Вы, наверное, за такие деньги больше никакой варгейм в мире не купите. За 250 рублей готовый игровой набор с таким количеством аксессов. С полиграфией, заметьте. То есть, снова печатная нормальная продукция вернут. И даже в коробочке. Это в какой-то мере можно назвать воскрешением технолога. Другая проблема, что это мало кому интересно. И даже если вы, ребята, или я интересуетесь этим и покупаете, и даже, может быть, играете, этого недостаточно совершенно. Увы. Давайте погнали дальше. Так, вторая коробка. Здесь у нас также противостояние, поединок. Здесь у нас только техника уже будет со стороны, собственно, протектората. Что мне сразу бросается в глаза и не нравится. Здесь ровно те же самые отряды. Как бы... А, ну да. На обложке они тоже это нарисовали. В общем, как видите, у нас здесь снова штурмовой десант, снова клон пехоты линейная, киберпехота и повстанцы Велиана. Историю мира бронепехота, правила разных уровней сложности, игровые миссии, армлисты, примеры, покраски, фотографии и другие, можете найти на сайте технолог.ру. Они даже это как бы продвигают. Классно. Этот, опять же, молодцы. По крайней мере, лор бронепехоты и Final Fantasy. И битва Fantasy до сих пор жив. За это респект. О, детальки. Опять же, гора деталей, из которых соберется... Кто тут? Универсальная боевая машина соберется. Так, интересно будет посмотреть армлист для нее. Пушки в собранном виде абсолютно такие же отряды. Я их даже показывать и распаковывать не буду. Вы сами понимаете, что они точно такие же, как те. И армлисты. Армлисты от пушек, понятное дело. Армлисты от отрядов, понятное дело. А вот армлист от Кибертанка. Ну, блин, он даже называется Кибертанк. Потому что он из Киберон Планет. Вселенной. Вот такой вот. Искусственный интеллект. Позволяет Кибертанку вести как реальную, так и виртуальную... Чего? Это очень тупо. Собрал я за кадром Кибертанк. И, по сути, это единственная вещь, которая нас здесь должна интересовать. И он, ну, нормальный. С поправкой на то, что это дешевый пластик. Достаточно много облоя. Но, тем не менее, он норм. То есть, как бы, докопаться тут не до чего. Это хороший, серенький, неплохо сделанный Кибертанк, который у меня был в нулевые, когда я собирал и играл в Технолог. И, собственно, да, вот такой вот он. Другое дело, что он здесь, блин, делает. Это, конечно, мы уже ответить не сможем, потому что это, ведомо, только дизайнерам этого набора. Этих наборов. Потому что вот этот танк тоже странный. Тем не менее, могу сказать, что это, как минимум, не ужасно. Это нормальная игровая система, которая имеет свои, конечно, проблемы. Но вы это можете собрать, вы этим можете играть, вы это можете в целом даже покрасить. В принципе, ну, вот он из полиэтилена. Не факт, что он нормально покрасится. Фигурки должны покраситься, а не из твердого пластика. С ними должно быть все ок. Пушки тоже не получится. Ну, хоть как-то, хоть как-то. Вот, на этом, пожалуй, все. Показаю вам все, что у меня было из нового обновленного технолога. Если вам интересно, я постараюсь что-нибудь найти. Но я как бы в этом не уверен, потому что очень-очень трудно сейчас с покупкой технолога. В любом случае, лайк, подписка, колокольчик. С вами знаете. Еще увидимся. Пока.